Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы с вами обсудим кратенько вопросик, а действительно ли сладки те остатки, которые есть сейчас от первой волны аукциона. Ребятушки, на аукционе осталось буквально несколько транспортных средств и, честно говоря, я очень сильно удивлен, что не все хотят приобрести то, что там есть по довольно-таки себе нормальной цене. Понятное дело, что, допустим, не знаю, тот же самый ИС-3 защитник это уже морально устаревшая машина, но, ребят, это все-таки машинка нестандартная и всего лишь, грубо говоря, за 5000 голды будет буквально уже через 4 часа после того, как я снимаю это видео. Ну, а, скорее всего, когда вы его смотрите, то после 3 часика я попытаюсь уложиться. Что касается остальных машин, тот же самый Объект 252У, это, ребят, тоже машинка не 7-го, не 5-го левела и, честно говоря, за 8-й левел затяж отдать 5 голды, это тоже, в принципе, нормально. Хотя сам Объект 252У, это не шибко имбовая машина, да, у него хорошая броня местами, но, в целом, ребят, время перезарядки, я бы сказал, его больше хоронит, чем воскрешает. На нем, ну, как мне кажется, очень сложновато отыгрывать мое субъективное мнение. У кого есть машина, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам безумно благодарен. Что касается М41Д, скажу откровенно, я очень сильно грущу из-за того, что не хватает мне вот буквально 800 голды, взять ее негде просто. Если бы 2 косаря голды у меня здесь было, я бы обязательно на вот этот свой аккаунт взял бы себе М41Д для того, чтобы периодически на нем выезжать. Это, безусловно, не имба, я не удивлен, что его не сильно разбирают, но, ребят, все-таки, за седьмой уровень отдать 2000 золота, это в целом нормально, ребят. Нельзя сказать, что это прям дорого. Да, машинка не сильно живучая, но скорострельная. Что-то прикольное в нем есть, обалденный разведчик, то есть, если вы любите носиться по карте, самое то. И, повторюсь еще раз, если бы не отсутствие голды, я бы эту машинку себе прикупил через пару часиков и больше, чем уверен, что не пожалел бы об этой покупке за 2000 золота. Все-таки 2 косаря голды, ребят, это, грубо говоря, месяц с копеечками просмотра рекламы. А иногда даже меньше, если вам будет везти с выпадающими частями на сертификат на 100 голды из контейнера за рекламу. Короче говоря, ребят, вот за 2 косаря голды, по-моему, самое то, что надо, если ты не сильно обладаешь голдой. Но, ребят, самое жирное, то, что здесь есть и почему-то абсолютно недооцененное, это Т-26Е5. Вот ссылочка на обзор на данную машинку, которая есть у меня на канале. Ребят, для тех, кто не знает, возможно, хотя я сомневаюсь в этом, это тяжелый танк 8 уровня, премиумная машина, которая очень легко играется в средних руках. К ней нет необходимости привыкать. Это вполне нормальный аппарат, который действительно можно реализовывать в бою среднестатистическому танкисту, у которого процент побед практически 50, там, процентов с копеечками. Машинка прям для вас. Что могу сказать от себя за 3 тысячи золота, ребят, да даже за 3,5 тысячи золота, отхватить себе премиумный танк 8-го левела. Тяжелый танк, который очень легко играется, имеет хорошее КД, довольно-таки неплохую броню. Но, ребят, в целом машинка очень сильно недооцененная, скорее всего, просто потому, что все привыкли ко всем вот этим сериям Т-23Е3, Т-26Е5 и так далее. Их очень много похожих по названию, но мало кто понимает, чем эти машины между собой отличаются. И поверьте мне, если у вас мало голды кровной, вы не донатите в игру и вы хотите приобрести себе что-нибудь годное, для того, чтобы можно было поиграть, повеселиться, получить удовольствие, ну и, соответственно, пофармить, обязательно берите себе Т-26Е5. И вы, ребят, об этом не пожалеете. Давайте вернемся к техническим характеристикам по машинке. По техническим характеристикам машинки все очень просто. Зайдите в орудие и посмотрите. Практически 2500 ДПМа. Перезарядка в 5,8 секунды. 240 единиц альфы. Угол склонения вниз минус 10. Довольно-таки рикошетная башня, если смотреть на нее, как говорится, салба. И нормальный уровень пробития в 221 единицу. Я не могу сказать, что это прям супер-пупер, но его достаточно в игре. И вы вполне спокойно на этой машине, благодаря ее, в принципе, достойной подвижности, можете ехать на линию к средним легким танкам. И там очень классно разносить всех в щепки. 265 пробития на кумулятивных, на голде. Да, пускай чуть ниже будет альфа, но вы, в принципе, практически гарантированно пробиваете все тяжелые танки 8-го левела. Ну, в их нормальные стандартные серые зоны уж точно без проблем. Разброс орудия крайне комфортный. И время сведения тоже радует. Это мое скромное мнение. Если вы со мной не согласны, ну, как бы пишите в комментариях, как говорится. Ну, а на данный момент, ребят, у меня все. Не пропускайте те машинки, которые действительно годные. Особенно, если у вас мало голды, очень взвешенно принимайте решения. Если вы хотите знать, как машины играются в средних руках, и не пожалеете ли вы о покупке, обязательно подписывайтесь на мой канал. Буду вам безумно благодарен. Ну, а отблагодарю абсолютно честными обзорами на технику такой, какая она есть. На данный момент, ребят, у меня все. Все к благе. Да, ребят, если вы готовы помочь каналу, я буду вам очень благодарен. За донатики по ссылочке, которая есть в описании. Либо присылайте подарочки, если имеете такую возможность, через магазин игры. Я бы, честно говоря, был безумно вам благодарен за такие действия с вашей стороны. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Приятных покупок, приятных новогодних праздников. Мира вам и спокойствия. Пока-пока.